МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Несовершеннолетних наркоманов становится меньше. В госнаркоконтроле подвели итоги прошлого года. Стоп, сугроб. В Чебоксарах борются со снежными заносами по заявкам граждан. Я в полицию пошел. Студенческий десант высадился в Министерстве внутренних дел. Антимонопольная служба республики требует отменить постановление Кабинета министров о повышении тарифов на проезд, принятое еще в прошлом году. Стоимость на проезд в общественном транспорте Уфас по Чувашии считает необоснованными. До 26 января этого года Кабинет министров республики должен отменить постановление 25 февраля 2015 года о тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом. Так считает антимонопольная служба. В соответствии с ним, проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках стоит сейчас 15, 16 и 20 рублей соответственно. Решение о повышении тарифов на проезд было принято после получения заявления от троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска, государственного перевозчика Чуваш Автотранс и трех частных перевозчиков. В нем они жаловались на убытки от перевозок. Комиссия при рассмотрении дела считает, что есть признаки необоснованного принятия тарифов и предлагает, выдавая предупреждение Кабинету министров, пересмотреть данное решение. Мы прямо не говорим, что она должна быть снижена, мы говорим, что она должна быть экономически обоснована. В данном случае, именно, вот простой пример, у нас есть разные города. Город Чебоксары, город Канаш, город Ядрин. Они имеют, вот даже если просто посмотреть, разный километраж движения городских маршрутов. И, соответственно, у нас проезд, затраты на проезд, начисление перевозок разные, плечо разное. И не может быть один тариф 20 рублей в Чебоксарах и один тариф в том же Ядрине. Я думаю, что достаточно сложно обосновать стоимость тарифа именно одинаковую для города Чебоксар, где плечо и 20 километров, и больше, и 30 километров пробега с большим количеством остановок и небольшие наши города. В свою очередь, в Доме правительства с предупреждением Уфаса не согласны. Более того, Госслужба по тарифам считает, что антимонопольное ведомство нарушает свои полномочия. Со своей стороны, хочу сказать, что предупреждение вынесено антимонопольным органом приема нарушения лишь признаков правонарушения, а не его факта. И исполняется случай добровольного признания органом регулирования факта правонарушения. Необходимо отметить, что предупреждение не задержит сегодня константации признаков правонарушения, обоснования и мотивации. И поэтому Госслужба полагает, что антимонопольный орган в этой части превысил свои полномочия. Госслужба не согласна с вынесенным предупреждением, считает его необоснованным и возлагающим незаконную обязанность по отмене его. На сегодняшний день готовятся материалы для оспаривания данного предупреждения в Верховном суде Чуварской Республики. Стоимость проезда на общественном транспорте до решения суда не изменится. Постановление Уфас вызвало волну разговоров о том, что стоимость проезда в общественном транспорте снизится и может вернуться на прежний уровень. О том, на что на самом деле может повлиять постановление, нам рассказали в Министерстве транспорта Чувашии. Предупреждение Чувашского Уфас основано на жалобе одного из перевозчиков. Но при этом надо сказать, что их в Республике 138. В своей жалобе заявители указывают на то, что тарифы были необоснованно установлены. И также заявитель просит увеличить тариф в автобусах большой вместимости, которые осуществляют перевозки в сообщениях Чебоксары, Новочебоксарской, Чебоксары-Кукесе. То есть в этих автобусах тариф сейчас составляет 19 рублей, а заявители предлагают его поднять хотя бы до уровня 20 рублей, а то и выше. Предупреждение антимонопольного органа на сегодняшний день оно ничем конкретным не обосновано и может обернуться для пассажиров пересчетом тарифов в большую сторону. Тарифы на перевозку пассажиров в автобусах категории М3, то есть это автобусы большой вместимости, он обоснован. И обоснован непосредственно перевозчиком ГУПЧЕРЧВАШТРАНС. В данный момент перевозчик считает, что этот тариф его устраивает и он его обосновал в соответствии с требованиями, методиками. Поэтому он и установлен на таком уровне. Распоряжением председателя Кабинета министров назначен новый директор Республиканского управления капитального строительства. Им стал Сергей Абрамов. Ранее он являлся генеральным директором строительной компании «Современные системы». О государственной антинаркотической политике в Российской Федерации и результатах оперативно-служебной деятельности Республиканского управления говорили сегодня на заседании коллегии наркоконтроля. В нем принял участие руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Сначала немного статистики. Общий уровень наркотизации населения в республике в полтора раза ниже, чем в Привожском федеральном округе. В специализированных учреждениях Минздрав соцразвития Чувашии на диспансерном и профилактическом учете состоят более 3000 человек. В последнее время особый упор делается на создании полноценной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Вот конкретный пример. По вынесенным приговорам суда четырем нарушителям закона в Чувашии реальный срок заменили лечением. В условиях постоянного увеличения числа наркопотребителей, возложение на них обязанности пройти курс лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации является необходимой и эффективной мерой, поскольку наркопотребитель в период прохождения лечения и реабилитации находится под контролем компетентных органов, и что в свою очередь предупреждает совершение ими новых противоправных действий. Еще несколько цифр. За последние три года наркоманов в республике стало меньше на 91 человека. Число состоящих на учете несовершеннолетних сократилось с 51 до 27. В целом же ситуацию с оборотом наркотиков Евгений Барсуков обрисовал журналистам еще накануне. Он встретился с представителями СМИ, пишущими на эту актуальную тему. Лидируют списки наркопреступлений столицы республики. Порядка 77 преступлений из общего числа. Далее Канаж и Канажский район 7%. В прошлом году в целом все правоохранительные органы Чувашии изъяли из незаконного оборота почти 30 килограммов наркотических средств, психотропных и сильно действующих веществ. Наркоситуация у нас по-прежнему достаточно стабильна. По-прежнему основное внимание мы уделяли в своей работе пресечению оборота новых синтетических, то есть, другими словами, обыденным языком, нетрадиционных наркотиков, представляющих особую опасность. По словам Евгения Барсукова, сейчас на территории республики не появляются новые виды наркотиков. Федеральный закон упростил порядок оборота таких средств. И теперь от обнаружения новых синтетических наркотиков до попадания их в список запрещенных проходит не так много времени, и у наркодельцов пропал смысл в их синтезе. Сотрудники управления вынуждены менять методы работы, так как сбыт наркотиков проходит теперь чаще всего в интернете. Оперативники чаще сидят за компьютерами, где есть технические возможности отследить заказы и задержать затем преступников. Борьба с наркодельцами ведется всем миром. Это особо подчеркнул глава ведомства. Не стоят в стороне и органы власти. Достаточно вспомнить, как при их поддержке была ограничена продажа кодеиносодержащих препаратов. На пресс-конференции Евгений Барсуков вручил благодарственные письма журналистам за информационную поддержку и плодотворное сотрудничество. В их числе и коллектив нашей телерадиокомпании. Родион Архипов, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Расиль Мухаммедов. Республика. Как работают те, чья служба и опасна, и трудна? Познакомиться с профессией полицейского поближе предложили студентам чувашских вузов. Они отправятся в рейд ГИБДД, совершат обход домов с участковыми, увидят, как работают кинологи, вне ведомственной охраны и службы 02. В первый день акции «Студенческий десант» ее участники побывали в экспертно-криминалистическом центре. Теперь след Петра Васильева навсегда вписан в историю, точнее, в базу данных Министерства внутренних дел. По узору популярных линий можно со стопроцентной точностью определить, кому принадлежит отпечаток пальца. Такую процедуру проводят с людьми, приступившими закон, с представителями профессии из группы риска при получении документов. И Петр решил на своем примере продемонстрировать, как это работает. Пальчики никогда не снимали. Сначала даже было немного страшно. Потому что, не знаю, там на базу все останется, все такое. Найдут что-нибудь еще на мне. Пока студенту волноваться не о чем. Он и сам отмечает, что полицейские у него вызывают больше чувства защищенности, нежели страха. А Наталья и вовсе с детства мечтала работать в органах внутренних дел. Сейчас она изучает правоохранительную деятельность в ЧГУ. На третьем курсе у нас была такая дисциплина, как уголовный процесс. Мы составляли уголовно-процессальные документы и как бы рассматривали, раскрывали дело по краже. И получается, на косяке входной двери мы обнаружили следы пальцев рук. И мы эти следы пальцев рук отправляли как раз в ЭКЦ МВД, начальнику ЭКЦ МВД. И мне было интересно как раз тогда, что за ЭКЦ МВД, что там вообще происходит, как все это раскрывают, рассматривают. Вот я попала, можно сказать, желание моё сбылось. Экспертно-криминастический центр занимается не только с лечением отпечатков. Специалисты могут идентифицировать яды, наркотические вещества, распознавать фальшивые купюры, раскрывать убийства по останкам, физиологическим жидкостям и обнаруженным на месте преступления оружии. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. До достижения совершеннолетия за безопасность ребёнка отвечают взрослые. На заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили, как справляются родители и соответствующие службы с этой обязанностью и что необходимо предпринять для профилактики детской смертности и травматизма. 21 случай падения с высоты зарегистрирован в Республике только за прошлый год. Два ребёнка погибли, ещё 19 получили серьёзные травмы. Основная часть детей падает в весенне-летний период и чаще всего в городских округах. Как вы заметили уже, по сравнению с 2014-2015 годом, всё-таки фактов аналогичных было меньше. В целых профилактики и неотклющения повторения подобного рода несчастных случаев ГКЧС, Чувашия совместно с Главным управлением МЧС России по Чувашской республике, Минонформполитики и муниципалитетами в средствах массовой информации запущен был целый ряд социально-пропагандистских роликов по данной тематике, а также выступления в средствах массовой информации, благодаря чему удалось добиться снижения общего количества падения детей с окон. В 2015 году в огне погибли трое детей, и всё из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации различного оборудования. Это основная причина пожаров. С 2011-2015 года по обречению с огнём стороны детей произошло 166 пожаров. На слайде по годам вы наблюдаете. В принципе, тенденция, она вот ни вниз, ни вверх. К сожалению, пока перебороть не можем. Следующий слайд. Особую тревогу вызывают пожары, где гибнут дети. За пять лет под нашей статистикой погибло порядка... Погибло на 13 пожаров 21 ребёнок, обозначенное. В четырёх случаях виновник пожаров являлись дети, шалость с огнём. В восьми случаях причиной пожаров явилось нарушение требований пожарных запасов эксплуатации электрооборудования. К сожалению, в прошлом году в Чувашии наметился рост детской гибели и травматизма в ДТП. И в наступившем году уже погиб один ребёнок. Как оказалось, в большинстве случаев ЧП можно было бы предотвратить, если бы взрослые уделяли чуть больше внимания детям. Предлагаю зафиксировать разработку единого стандарта оценки социального учреждения с точки зрения безопасности детей. Это поручение Министерства образования, Министерства культуры, Министерству спорта совместно с администрациями районов и городов и сделать паспорта. Под это всегда идёт конкретный расчёт. Муниципалитет, район для себя определяется этапность выделения финансирования с учётом приоритетов. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. В Москве в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева прошёл четвёртый съезд Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации. В нём приняла участие министр здравоохранения Республики Алла Самойлова. Чуваши – один из самых активных участников акции, которые проводит Лига. Международного форума «Здоровье нации. Основу процветания России», Всероссийской спортивно-оздоровительной и пропагандистской акции «Волна здоровья». Среди социально значимых проектов «Чуваши – территории без табачного дыма», содействие формированию культуры здорового питания школьников, путь к здоровью через правильное питание. По примеру, академика Лео Бакерия в Чебоксарах стала традиционной оздоровительной акцией «Проволка с врачом». Всё больше популярной среди граждан пожилого возраста обретает республиканская акция «Прогуляемся по-скандинавски». Лео Антонович высоко оценил работу Чувашского регионального отделения Лиги здоровья нации. Сегодня в центре внимания проект «Содружество здоровья», который предусматривает профилактику рисков неинфекционных заболеваний школьников и студентов, подготовку волонтёров, инструкторов по пропаганде здорового образа жизни, которые в последующем будут работать среди своих сверстников. В Чебоксарах уже второй год проводится акция «Стоп сугроб». В адрес организаторов проекта уже начали поступать первые жалобы. Их изучил и мой коллега Дмитрий Ковалёв. На этой дороге по улице Пирогова после снегопадов образовалась глубокая колея. Легковым авто преодолеть эту преграду сложно, машины часто застревают на въездах во дворы. Колеса буксуют в снежной каше. Не просто приходится и пешеходам. Тротуары здесь тоже замело снегом. Сейчас люди вынуждены делить проезжую часть вместе с автомобилями. В надежде исправить ситуацию, горожане пожаловались на работу коммунальщиков в администрацию города. За сутки в диспетчерскую службу Чебоксар в рамках проекта «Стоп сугроб» поступают десятки звонков и писем. Улица Щёрца, 34. Дорога не чистится. Площадка мусорного контейнера в снегу. Плохо убирать территорию Дорекс. Каждый раз отвезти ребёнка по этим сугробам – катастрофа. Все обращения жителей города специалисты адресуют коммунальщикам. После уборки дворов от снега они должны составить свой фотоотчёт о проделанной работе. Тех, кто откажется отреагировать на жалобу людей, в администрации Чебоксар обещают внести в чёрный список. Если нет никакой реакции, уже эти управляющие компании войдут в план проверок структурными подождениями администрации города для их привлечения к установленной ответственности. Только с начала этого года организаторы проекта «Стоп. Сугроб» приняли более 70 жалоб. В администрации города говорят, что акция стала более популярна. Нужно сфотографировать эти сугробы и прислать на электронный адрес stopsugrob.gmail.com Обязательно с указанием адреса и адреса, место и времени, когда был сделан фотосинем. Потому что, бывает, фотографии к нам приходят, когда это было сфотографировано, какой адрес, мы не можем понять. В Чебоксарской администрации отмечают, что обычно после жалоб коммунальщики не затягивают с уборкой. Очистить дворы многие стараются в тот же день. Медрик Коварёв, Регина Кубайкина, и Андрей Спиридонов. Республика. За январь уже выпало более 160% месячной нормы осадков. Ещё пара-тройка таких снежных дней, и мы приблизимся к рекорду 1979 года. Тогда за месяц зимы выпало более двух норм влаги, сообщает сайт Погода 21. По прогнозам синоптика, снегопад продлится ещё два дня. Завтра ожидается метель. А в пятницу республику накроет антициклон. Выглянет солнце, температура воздуха снизится до минус 15. Но уже в выходные в Чувашии вновь ожидается снег, который полностью прекратится только 25 января. В понедельник наступит морозная сухая погода. Ожидается минус 20 градусов холода, а ночью до 30. Отступят морозы только в начале февраля. При таких изменениях врачи советуют ограничить пешие вечерние прогулки, одеваться по погоде и следить за самочувствием. Это все новости выпуска. После блока рекламы информации о погоде смотрите интервью министра труда и социальной защиты Чувашии Сергея Дмитриева. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова